Сегодня 1 апреля 2019 года понедельник 19-30 часов. И сегодня хороший повод прогуляться. Аналогично как и в прошлый раз, когда я в марте был 27 числа, я поеду на метро в центре города, а из центра приду уже домой. Только на этот раз я поеду на Ленинский проспект. На Ленинский проспект оттуда уже приду до дома. Вот только как я приду? Посмотрим. Ну я примерно набросал маршрут на самом деле. Я когда-то был, говорю, в прошлый раз, 27 числа, все еще в снегу было. Ну то есть еще снег на газонах лежал. А сейчас если присмотреться вот к памятнику поближе, то все зелено. Снега нет в городе. Вот это апрель. Вот это уже чисто апрельский пейзаж. То есть как марть яркое небо, но без этого, без снега. Ладно, не буду терять времени сегодня. Я где-то даже на час позже, чем в тот раз выезжаю. Так что я думаю, я успею пройти. В принципе день длинный. День все длиннее и длиннее. Так что проблем не будет с этим. День все длиннее и длиннее и длиннее и длиннее. Так, ну что, 13 часов ровно. Я приехал на финляндский вокзал на станции метроплощадь Ленина. Интересно, не перепутал ли я ее с Ленинским проспектом, когда говорил, куда поеду. Вполне возможно. Но не суть. И двигаюсь в сторону центра города. Погода в принципе не изменилась, хотя я вижу облака на горизонте. Но не знаю, думаю нормально все будет. Я выехал на час позже и приеду на час позже. В смысле и приехал на час позже. Но ничего страшного. Световой день долгий. Я думаю, что я успею пройти все. Я прям таки уверен в этом. Это я все к чему говорю. Я посмотрел, какой маршрут будет по длине. И примерно оказалось 17 километров. Но примерно прикинул, как я пойду до дома. Так вот, в прошлый раз я тоже 17 километров прошел. Но правда чуть-чуть подольше. 17 с лишним. Но тогда в принципе я пришел еще до заката. Так что, такие дела. Может сегодня я посижу где-нибудь. Хотя погода на самом деле не особо позволяет. Можно посидеть, но все-таки немножко прохладно еще. Посмотрим. Если ветра нет, на солнце очень даже ничего. Фонтаны закономерно не работают. Даже этих установок фонтанных нет. Их тут тоже снимают. Тут фонтаны, конечно, тоже шикарные. Прям как на московской. Да, они примерно похожи, идейные по стилю. Только тут памятник находится перед фонтанами, а там за фонтанами. Памятник Ленину. Но не суть. Не суть. Вообще изначально хотел пойти, поехать на велосипеде. То есть сейчас, судя по прогнозу погоды, начинается вот эта вот яркая, ранняя апрельская погода. Позднемартовская, ранняя апрельская погода. Судя по прогнозу погоды. И я думал поехать на велосипеде, но температура плюс 4 градуса, что-то как-то не очень меня радует. Поэтому я решил пройтись пешком. В такую погоду лучше пешком ходить, потому что пешком в такую погоду очень тепло. Вот как мне сейчас. А на велосипеде нет. Но в следующие дни будет плюс 10 даже, плюс 11 на этой неделе, если все, конечно, сбудется. И прогноз погоды окажется верным. Вот тогда можно будет и на велике кататься. А как раз сегодня аж колеса с утра надул. Но, но не судьба. Вон какой видон отсюда открывается шикарный. Причем с этого, с Литейного моста, куда сейчас я пойду, эту площадь тоже видно. Но в обратную сторону лучше намного смотрится почему-то. Сейчас погода зависит от ветра, по большему счету. Ну вот когда солнечно. Есть ветер, холодно. Нет ветра, тепло. Но чисто по ощущениям чуть-чуть теплее, чем было 27 марта. То есть реально такие, ну может из-за того, что снег ставил, мне кажется. Асфальт теплый, вот с него тепло идет. Площадь Ливина, конечно таки реально площадь. Мало того, что от метро огромная идет. Так еще и здесь перед дорогой. Но это, наверное, парковка изначально. Хотя нет, думают изначально была не парковка. Но это место никак не используется в части. Поэтому вид вообще шикарный с площади. Вон там где-то впереди этот шпиль Петропавловской крепости торчит. Прекрасно. Вообще основная цель у меня сегодня это Смольный собор на самом деле. То есть я специально приехал именно на площадь Ливина, чтобы дойти до Смольного собора. А там как получится. Поэтому через Таврический сад пройду и где-то вот по садовой фонтанке до дома дойду. Примерно таким образом. Все растаяло. Вот это настоящий апрельский пейзаж. Солнце такая вот, трава прошлогодняя, высыхающая. И голубое небо. Прекрасно. Лето все ближе и ближе. Все ближе и ближе с каждым днем. Крайне удивительный идти полетейного моста без велосипеда. Никогда так не сделал, наверное. Вон там крейсер Аврора, где-то впереди должен быть. Вообще вот это вот серединная весна, то есть апрель. Это время таких гигантских прогулок, потому что сидеть или где-то лежать еще холодно, а ходить в самый раз. Потому что летом я буду большинство времени на пляже лежать. А первую половину-то обеда до часа дня, наверное, буду где-нибудь на огне или что-нибудь типа того. То есть просто на месте стоять. А сейчас как бы на месте стоять, ну, честно говоря, холодно еще. А ходить вообще прям кайф, потому что вот я сейчас иду уже в разбах на этой куртке. И мне прям тепло-тепло, одно солнце. Что прям на тебе очень радует. Настоящая такая свежесть. Я прям вообще в восторге. Прям простор. Вообще хорошо. Вон площадь Ленина видна с этого, с моста не очень хорошо, потому что она глубокая и уходит внутрь. И ничего фактически не видно. Там еще деревья растут. Но с нее, конечно, вид потрясающе открывается. Смотрите, что я еще забыл упомянуть. Вильдата нет вообще. Практически только вот во всяких уголках, где вон там он немножко застрял. Но с этой стороны и с обратной стороны вообще и то нет на Неве. Весь уплыл. Что вообще-то очень и очень быстро произошло, потому что в тот раз я ходил, там еще такая корочка была справа и слева. Сейчас оно все взяло и уплыло. Облако, конечно, вообще живописное впереди. Оно такое огромное, если глазами смотреть. Очень непривычно реально полететь на мосты дудель и кричит. Прям кардинально непривычно. Сейчас я еще и пойду на набережную. То есть не прямо, как я всегда еду, а в ту сторону. Ну, туда я, конечно же, ходил тяжело, но как-то вот отсюда. В смысле, отсюда. Показываю где-то вдалеке от камеры. Последний лед уходящей зимы. Дальше только теплое-притеплое лето. Вон кусочек селянского вокзала виден. Ну, совсем кусочек, конечно. Дальше только теплое-притеплое лето. Литейный мост, конечно, красивый, ничего не скажешь. Огромный, самое главное. То есть он, как и Троицкий мост, идет чисто через него. Потому что Дворцовый мост, и всегда забыл, как называется второй, который возле него, они такие, поменьше. Но почему-то они, как бы, считаются символами города. Вот Дворцовый мост особенно, наверное, потому что фотография Петрофадовской крепости, где вот мост разведен, и вот между створками моста, потому что такая, как это, одна из самых туристических, наверное, из-за этого. Хотя эти мосты тоже ничего так. И вот дальше мост возле этого, возле Тульской улицы, возле Саваровского проспекта, как он называется, я тоже не помню. Возле метро Чернышевская, короче, тоже ничего так. Но до них, конечно, далеко мне. Они мне совсем не побудутся теперь. Потому я, ну, такой отлетейный мост пересекаю, а со стороны их не вижу вообще никогда практически. Вон, какие знаки клевые здесь сделали. Велопешеходная дорожка. Просто народе тротуар. На самом деле, это чисто, ну, чисто формальность, потому что, как я знаю, что по этим, по тротуарам на велосипеде официально ездить нельзя. Но все все равно ездят. Особенно вот на окраине, где это удобно, где они широкие. А так теперь типа официально можно ездить. Набережная, конечно, широка, ничего не скажешь. Вот это место вообще прямо шикарно смотрится. Как будто бы терраса, что ли. То есть тут так ярко и солнечно, и тепло. А впереди так темно, и холодно, и ветрено. Мне нравится. Вообще такой офигенный простор открывается вот конкретно с этой части набережной. То есть там он река поворачивает. И там он уходит вдаль. Вообще классно. Отсюда по главной еще это. В Петропавловске видно до сих пор. Отсюда много чего видно на самом деле. Вот с этих угловых балконов, наверное, вообще хороший обзор открывается. Сбоку у дома. Не угловых, а боковых. Ну что, я дошел до проспекта Чернышевского. Тот самый, который упирается в Кировичную улицу и на которой находится станция метро Чернышевская, соответственно. И меня всегда удивляло в этом проспекте то, что вид с него упирается в какой-то новострой. То есть если прямо вот так вот встать, то там впереди вот это вот серое здание, оно из города смотрится как какой-то совсем новострой. Мне всегда казалось, что было бы лучше, если бы он, если бы упирался вид не в это здание, а вот, например, вот в это вот, в соседнее. Но это так чисто классовщина. Не знаю, почему-то это здание меня так привлекало всегда. Кстати, там эти льды до сих пор плывут. Я сказал, что льда нету, но вот здесь если немножко дальше по течению пройти, ну вот где я нахожусь, там вполне себе плывут, вполне себе льдышки плывут, чтобы навсегда раствориться в море. Ух ты, вот отсюда видон убойный вообще, с этим шаром еще. Вообще супер. Прям настоящая набережная. Ну и а к тому, что спускай сипы, если смелости хватит, конечно. Да, ладно, пойду дальше. Вот он, апрельский шик. Вот именно такой цвет, зеленовато-бежево-коричневый, в сочетании с голубым, ассоциируется у меня с апрелем почему-то. Цвет прошлагодней травы на солнце. Ну каково интересно на этой льдине сейчас стоять, вот прям посреди. Страшно, наверное. Тут, кстати, тоже свои сфинксы есть. Только эти сфинксы оказываются современные. Я думал, какие-то старые, я подошел, прочитал. Оказывается, это называется памятник жертвам политических репрессий. У каждого сфинкса нет этого кожи, ну то есть и почерек. Ну вот здесь прочитал. Я издалека подумал, что они какие-то старые совсем, а оказалось нет. Вполне себе новодел. Тут, впрочем, возле каждого этого спуска к воде, как в этом моменте, установлены на этой набережной. И я дошел до своего поворота, который выведет меня прямо к этому. К оранжерею в Таврическом саду. Вон, к тому желтенькому зданию впереди. Улица Шпалерная. Помню, проходил практику в УЗИ в 2014 году возле музея воды на водозаборной станции. И ходил от Наталья Чернышевская вот здесь. Вот мимо этого выставочного зала цветы каждый раз. Который на углу Таврического сада. Вот аж туда-туда-туда. Сейчас я туда, в принципе, тоже и направлюсь. Тут вообще очень такой хороший райончик. Тут даже заборы выполнены, как в центре. Это же центральный район. Такие необычные, черненькие, красивые. Вот во всем городе такие делали. Вместо серых и таксибешных, скажем так. Вообще бы шикарно было бы. Но, к сожалению, они только в центральном районе. Даже в Адмиралтейском районе такой роскоши нет. А так, что я могу еще сказать, кстати. Ну что, я сейчас заметил, когда с набережной отошел. Здесь нет ветра и стена такая солнечная, и полсолнечный. И тут жарко. То есть мне прямо аж напекает. От асфальта прямо аж несет. Это же вообще шикарно. Ощущение, что здесь уже где-то конец апреля. Что можно уже хоть шортики надеть. Прекрасно. Но это, конечно, заслуга того, что я сейчас одет тепло. Был бы я одет холодно и ехал бы я на велосипеде сейчас, например бы. В легкой курточке. Я бы, конечно, так не говорил бы. Тут, конечно, так ярко вообще. И ветра нет. Хочешь и зло, он тут прямо сейчас встать посреди асфальта. Он все таким чистым кажется из-за того, что яркий и чистый. Ну так, кстати, его уж полностью убрали. Дорога чистейшая просто. Что реально можно как все зло открыть. Очень круто. Тут же, кстати, еще Таврический дворец находится. Все в том же Таврическом саду, который так неплохо засветился в это. В истории из революции. Ну и напротив него находится собственно музей воды. За которым находится насосная станция, которая сожжает водой, питьевой водой этот. Весь центр города. Вот так вот. Межпарламентская ассамблея государств участников СНГ. Ну то есть это здание как было парламентом в годы революции, так в принципе им и остается. Интересно. Но я знал, что это не музей. Туда внутрь вообще никак нельзя зайти. Там охрана везде. И все такое. Все-таки учреждение. Что сказать. Кстати, я уже вижу кусочек Смольного собора впереди. Потом, конечно, больше новостройка видно, но вот он немножко правее. Так что я уже практически пришел. Пришел к основному месту своего паломничества. Конечно, это только начало пути сегодня. А вот, собственно, и сам Смольный собор показался. Тут все на самом деле достаточно близко. Буквально на следующем повороте. Показался из-за новостройки, про которую я говорил где-то минуту назад. Не знаю, мне она всегда казалась какой-то некрасивой. В чем смысл было делать такую дырку на весь дом? Ну, у богатых свои причуды. Хотя странно на самом деле. Почему, интересно, богачи не хотят жить в этих домах, которые похожи на дворцы? Напротив Смольного собора сама там, мне кажется, было построить что-нибудь такое помпезное. Какое-нибудь нео-барокко. Но, хай-тек, видимо, сейчас в моде. В принципе, наверное, практичнее жить в таком красивом стеклянном, ну, не красивом, в таком большом стеклянном здании. Наверное. Ладненько. Я, наверное, сейчас дойду до самого Смольного собора, ну, то есть до собора, до синего этого здания. А потом пойду до правительства Санкт-Петербурга дойду, которое находится немножко сбоку. И уже вот там вот, и поверну еще раз направо, и пойду в Таврический сад обратно, только с другой стороны. Просторно здесь, конечно. А главное, так тепло стало. По прогнозу погоды ожидалось плюс 4, плюс 3, может плюс 5. А оказалось, что сейчас, я не знаю, ну, градусов 6, наверное, здесь. В центре. Это все заслуга асфальта. Здесь очень много асфальта и плитки. Он весь сухой, уже чистый. От него очень такой хороший жар идет, и еще ветра нет. Просто прелестно. Далее находится тоже здание, которое таки на слуху Кикины палаты называется. Одно из первых в городе, наверное, по тому и на слуху. Хотя, на самом деле, на слуху я помню, там музыкальная школа. Врачи, здесь не знаю, скорее всего, тоже. И, собственно, сам собор. Которому просто так напрямую не пройти. Придется по кругу обходить. Потому что здесь по-прежнему терраса находится перед ним. Тут, кстати, на фоне этих кустиков, эти кикины палаты выглядят прям как это. Какой-то дворец такой. Такой маленький Версальт прямо. Тут вон тоже видон прямо обалденный. Вот эта вот распаханная кумба особенно. И такой простор впереди. Апрель, 1 апреля не подводит. Задает тонн всего месяца в этом году. Тут центр города, конечно, вообще очень круто убрали. Хотя, в принципе, и на Нарске тоже все уже убрано. Но прям вообще чисто-чисто. То есть уже прям вот практически лето наступило. Это я к тому, что я же в курортном проеме был на выходные. А и там уже сугробы лежат чуть ли не по колено. А здесь вот все, курортно и все растаяло. Вот что значит большой город. Контраст огроменный, конечно, с загородным, даже ближайшим. Смольный собор, в общем-то, тоже из 1700 какого-то года. Но он уже вроде после Петра построен, насколько я помню. Очень красиво смотрится. Причем он такой высокий, что его видно с этого, с противоположного берега. То есть там набережная за ним, его прям хорошо видно оттуда. Я там учился просто и проезжал это место на велосипеде, если домой ехать. И потому вот его запомнил. Что очень живописно смотрится. Сейчас я подойду так, чтобы тут прям по центру встать. Ну, практически. Поют на аристократии во всех россиях. Красивый, конечно, стиль, когда был в 1700-х годах. Главное, в обратную сторону вид вот это вот здание чудесное упирается. Причем, если приглядеться, можно увидеть здание за ним, в эту дырку. Вокруг забора, кстати, еще одно здание построено, синее, двухэтажное, в качестве забора. Поэтому тут у него целый двор сбивается за этот, за забор. Ну, за черный забор, то есть вот там вот. Тут везде правительство, насколько я знаю. Вообще везде. Во всех зданиях, кроме самого собора, наверное, в этом районе. Так что, в принципе, здесь особо ничего и нету. Ну, не считая каких-нибудь учреждений, если сюда приезжать по делам. Вот так вот. Ладненько, подуя дальше, в сторону Таврического сада и потом в сторону Чернышевской уже. Хорошее место. И погода сегодня прям вообще мне нравится. Супер. Их и ветерок такой дует. Вообще красота. Петровская барокко, конечно, очень классный стиль. Вот в таком стиле было бы круто, если бы вот эта новостройка была бы стеклянная. Все здания, потому что такими получается, как это, как, не знаю, из Диснейленда. Ну, или не из Диснейленда, даже не знаю. Дорого-богато, но при этом смотрится красиво. То есть, что Александр-Невская лавра, что этот СПБГУ, что вот Смольный собор. Все это же постройки с середины этого 18 века, насколько я знаю. 1740-е, 50-е, 60-е игра. То есть, такие, послепетровские времена. Куда, собственно, пришел к следующему зданию? Ну, точнее, практически пришел тут, на самом деле, сад. Я вот только не знаю, можно ли войти сюда сбоку. Посмотрим. Вот в таком стиле надо строить элитное жилье. Вообще красота. Мне прям очень нравится. Я калитки не увидел, так что я возвращаюсь обратно и пойду через центральный вход. Вполне возможно, что там где-то и есть. Но потому что дорога упирается уже в здание правительства. Ну, люди туда идут, уж не знаю как. Но вот там заборчик справа от дороги. И что-то там вот нет входа. Ну, не важно. Красиво, конечно, говорю. Настоящий апрельский пейзаж. Вообще красота. Прямо как в каком-то парке за городом. Ну, это ощущение вот именно от этого, от стиля самого здания. То есть оно похоже на дворцы, которые находятся вот в пригороде города. Очень даже, очень даже, как тут жарко снова стало. Там в Ахтинке был, и там везде был газон. А здесь как бы асфальт. Тут прям уж не знаю, температуру градусов на 5 выше. Мне нравится. Ну, что, я на месте. Вот, собственно, Тверская улица, которая выведет меня прямо к Таврическому саду. Потом, там даже деревья видны. Далее идет Саворовский проспект, по которому я постоянно катался еще несколько лет назад. Он аж в Площадь Восстания упирается. День нющий. С него, кстати, Савор хорошо видно. Ну, и, собственно, сам вход в парк. Главный вход в парк, который упирается в правительство Санкт-Петербурга, бывший Смольный институт благородных девиц, хорошее место. Самое интересное, что здесь помимо фонтанов, тут с двух сторон есть фонтаны, видно мало того, что это Смольный собор, так тут еще и сакуры есть сбоку. Конечно, дает цветение еще рано-рано, но как бы там ни было, она здесь есть. Это место мне прям сильно не по пути вот сейчас. Но как бы там ни было, я сюда раз в год до заеду летом. Вот, по-моему, вот это дерево, вот эти деревья цветут. Тут как бы они посажены на перекраску. Вот это вот, то ли вот это, то ли вот соседние, но, скорее всего, вот это. Оно больше похоже на сакуру. И вот туда они еще идут. Но они молодые, и они очень-очень плохо цветут еще. То есть они, вот их посадили, я так понимаю, должно какое-то время пройти, пока они приживутся. Но они еще не прижились. Такие дела. Так что самая лучшая сакура в городе находится в Ботаническом саду и на Чернышевском, в Китайском саду. А остальные так, остальные пока еще только растут. Вот классно, когда в парках уже весь лед стаивает. То есть вот дорожки сухие-сухие становятся, как летом. Может даже посидеть, шток. Можно, наверное. В Таврическом саду посижу. Вот это вроде тоже открыточный вид. На вот эти ворота. Особенно, если издалека смотреть с этими, с воротами за спиной у меня, в сам парк. Ну, не с воротами, а с этой конструкцией. Длинненько я пошел обратно. Хорошее место. Ничего не скажешь. Такое аккуратное. Очень аккуратное. Мне нравится. Еще больше нравится то, что все растаяло. Я же говорю на газон, смотрю, что он прям такой прям вот в цветах апреля. Аккуратный, аккуратный. Чистый, чистый. Я в восторге, короче. Но посижу все-таки, а действительно не здесь, а в Таврическом саду. Потому что там как-то посимпатичнее. Вот на фоне этого, на фоне Таврического дворца. С обратной стороны его видно. Как раз еще и озеро. Я помню, что в конце прошлого марта, да, приезжал туда на велосипеде. И там еще был лед, по которому вполне себе люди ходили. Но тогда стоял минус, правда. А сейчас уже очень долго плюс стоит в городе. Я думаю, сейчас там льда нет. Но как бы там ни было, там тогда тоже на всех реках лед уже сошел. Поплыл, грубо говоря. А там остался. Потому что там течения нет. Посмотрим. Такие конструкции модны были в то время? Что в этот Московский парк Победы так сделан? Вход что на Нарвске в сад 9 января сделан? Так что вот здесь? Эдакий неоклассицизм. Здесь есть такая живописная лавочка возле них. Что когда к ней подходишь красиво, вот на угол если сесть. Если вот прям вот так вот сесть на угол. Сейчас уже, кстати, даже каменные лавочки, они теплые. То есть вот она реально теплая на солнце. И вид из нее открывается просто потрясающе. На Суворовский проспект впереди. И на площадь. Да, наверное, все-таки я тут на минут 10-15 останусь. Мне это вот место всегда нравилось. Она еще на солнце причем. Вот именно эта сторона. Очень классное место. Тут еще ветра, кстати, ну не бывает, потому что как в уголке я сижу. Что справа стеночка. И слева стеночка. Иногда важные люди проезжают. Вот отсюда фотографии делают. На открытке, я думаю. Чтобы эти ворота были видны. И само здание. Площадь Прилитарской Диктатуры. Это место называется, кстати. С нее у нас смольный собор видно. Тут по центру вообще, наверное, хороший вид открывается в ней. Но по центру автомобильную развязку. Тогда пройти никак нельзя, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. Классно в скверах здесь смотрелся. Вот прям посредине. Интересно, что Тверская улица, несмотря на свое громкое название, не выделяется вообще ничем. То есть, ну, улица, как улица, еще и короткая. То есть, она начинается от парка сзади и упирается прямо в площадь. Не, ну тоже какой-то есть тьют, особенно вот возле парка. Вот эти вот три здания мне всегда казались чем-то красивым. Вот это вот по центру похоже на новостройку. Я не знаю, оно или старое, или отремонтированное. Но смотрится вообще улетно, конечно. Прям правильная новостройка. Хотя, я думаю, что отремонтированное старое. Ну и церковь тут, конечно. Такая тоже. Больше напоминает чем-то не Санкт-Петербургские церкви, а чем-то такие. Туда уже, в сторону Москвы. Хотя, вот я говорю, новостройки, новостройки, но мне кажется, что такие вот древнерусские церкви, ну, не древнерусские, просто старые церкви на фоне таких стеклянных хай-тековых зданий очень даже круто смотрятся. Ну, это чисто в качестве исключения. Почему-то вот, кажется, это как-то очень, не то чтобы стильно, но просто приятно глазу. А вот, собственно, и сам Тавриджеский сад за стеной. Я сейчас у него войду, вход там слева. Правда, а не через ворота, через эти. А вот Тавриджеская улица, соседняя, возле парка, это уже прямо такой маленький парит. Прям вообще небо и земля, особенно вот то, что парк сбоку. Одна из самых красивых в округе, на мой взгляд. Она еще так на солнце выходит, что освещается именно солнцем. Особенно вечером. Что вообще шикарно смотрится. Кстати, этот какого? Забор желтый, это забор этого дворца. Потому в него нельзя войти, а в парка забор простой. И я смотрю, там, кстати, вот впереди что-то беленькое на воде. То есть вполне возможно... Но людей не ходят, значит, войти на лед уже нельзя, уже опасно. Но ледом как бы там ни было, даже не это, даже похоже не треснул. Да уж. Вот этот вот сад закрыт на просушку, конечно, одно из самых неприятных явлений посреди, ну, в конце марта, начале апреля. Я чувствую, что в центре сады тоже закрыто. Я хотел возле этого, возле театра, там, на Невском проспекте, тоже через сад, через Екатерининский сквер. Я чувствую, что он тоже закрыт будет. Хотя люди перелазят, в принципе. Но я обойду по кругу. Хотя, конечно, соблазн погулять по пустому парку, у меня вообще сейчас есть, но... Ну, и люди перелазят, в принципе, ничего такого страшного в этом нет. Но что-то как-то нет, что-то что-то не хочу. Ладненько. Потом погуляю летом. В парке, в принципе, никуда не денутся. Почему-то на просушку, например, на окраине парки не закрывают никогда. Наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну, ладно. Здесь на Кирычной улице тоже есть что посмотреть. Например, музей Суворова, который находится вот прямо возле перекрестка с Суворовским проспектом. Вроде там даже... А, нет, там бесплатный день вроде и есть, но для несовершеннолетних. Какой-то из них что-то типа давно я слышал, сейчас может поменялось. А так вон Кирычная улица виднеется. И где-то впереди там даже должна быть башня. Возле этого, возле Китайского сада. Где-то совсем впереди. Но без экрана я, конечно же, в нее не прицелюсь. Пладненько пойду прямо, наверное, но и как и планировал, дойду до этого, до главного входа в Таврический сад. Ну и, собственно, до Фурштадтской улицы. И по ней уже пойду к метро. Здесь вам все высохло уже, кстати, тоже. Оно прям как новенькое, как в Новой Голландии прямо. Не, серьезно, такое прям чистое-чистое, как будто бы с этим мыли. Со щеткой. Очень круто. Очень красивое здание. Особенно картина слева на стене. Сейчас не очень видно, но вообще. Оно подсвечивается вечером. Прям ярко-ярко. Оно такое светлое еще. Чистое, вот. Оно какое-то подчеркнуто чистое, благодаря вот этому светлому кирпичу. А дорожным знаком тут хочется сочинять стихи. Вот во всем городе бы строили так, но хотя бы Донарск. Вообще б шикарно было. Но, к сожалению, нет-нет. К сожалению, такое не везде встречается. Кстати, люди по парку ходят. Действительно, вот. По дорожкам вдалеке. То там, то сям. То есть, я так понял, они сюда перелезли. Потому что я у перелезавших людей спросил, которые вот прямо передо мной перелезли. Они говорят, что закрыто везде на вход. Это, скорее всего, более, может, работники или вот со стадиона с этого. Туда же они как-то попали. Скорее всего, да. Ну что, дошел до Потемкин, до Потемкинской улицы. Это та самая, по которой я, кстати, сюда входил с набережной, где еще оранжерея находится. И вот тут находится этот центральный вход в Таврический сад. И Фурсадская улица, куда мне надо идти. А еще здесь находится этот жилой комплекс, парадный квартал. Зайду-ка я в него, кстати. Раз уж, раз уж пришел. Почему бы и нет. Я, кстати, не планировал, что буду здесь проходить. Но раз уж так получилось, то почему бы и нет. Почему бы и нет. Вон такая широкая кирочная улица. Причем старое здание такое маленькое на фоне вот этого нового жилого комплекса. Он так аж возвышается надо всем. Надо всем районам. Хотя, конечно, здесь вблизи с дороги вот эти маленькие желтые домики закрывают его. Так что его видно только издалека или сверху. Вот так, я считаю, надо строить элитные новостройки. Вот если бы это поездание напротив Смольного собора появилось, оно вообще бы шикарно смотрелось. Органично, что называется. Вы мне нефть раньше строить, однако. Оно вроде как и огромное, но при этом историческое. Ладно, я чистил во двор этого жилого комплекса. Зайду. Посмотрю, работает ли фонтан. Я думаю, не работает. Да дальше пойду. Что тут, в принципе, делать. Кстати, греческий переулок упирается в такой живописный тупик. Мне всегда казалось, что вот с балкона на том доме в самом конце такой вид шикарный открывается. Хотя, по сути, если подумать, то вид отсюда открывается стену. Кто бы что ни говорил про это место, мол, заповедник Ложковского барокко и все такое. Здесь несомненный плюс в том, что здесь машин нету. То есть, заходишь сюда и гуляешь по такому маленькому городку без машин. Очень круто, что здесь, хоть это и не очень такой, скажем так, новое здание. Сначала с десятых годов оно. Жилой комплекс. Но здесь, как бы, реализована концепция, что можно ходить просто пешком. Что все машины находятся под землей. То есть, вот этот объезд в подземную парковку, вот это вот. И вот все машины распределяются внутри. Ну, в то же, пойду-ка я внутрь, только не вот так вот, а вот через центральный вход. Здесь, в принципе, неплохо, особенно вот в такую погоду солнечно. Там еще фонтан внутри есть. Место, кстати, все более и более обжитое. Оно поначалу не очень таким обжитоем выглядело. Сейчас уже прям-таки получше даже стало. А главное, удалось же кому-то когда-то выкупить буквально целый квартал. Без преувеличения, что со всех сторон, с четырех. Здесь, как бы, вот у них целая территория, вот в этом квадрате, но у них целая некоторые дома по улицам не их. Но, как бы там ни было большинство, там домов принадлежат именно этому комплексу. Прямо город в городе. Всегда удивлялся этому месту. Что вроде как в это, вокруг Киричная улица, там, да, Чернышевская. А сюда внутрь заходишь и попадаешь. Такое, я даже не знаю, как будто ты не в Санкт-Петербурге, а где-то в другом месте находишься. У меня почему-то, не знаю, какое-то такое место необычное. Главное, что машин нет. То есть, как классно было бы, если бы сама в Санкт-Петербурге вокруг тоже машин не было. Во-первых, здесь, как бы, дышится даже легче. Во-вторых, здесь, что еще сказать, тихо. То есть, тут реально тихо. Просто я от дороги отошел, и здесь тихо, и притихо. И пыли нету, и чисто. Это, конечно, заслуга управляющей компании, что здесь чисто, и елочки вон растут. Но как бы там ни было, если бы здесь машины были бы, восприятие совсем другое было бы. Городу нужно больше пешеходных улиц. Причем не таких пешеходных, где улица превращается в улицу-парковку, типа это малая конюшенная, там вот эти вот улицы, старые пешеходные улицы. А именно таких, где машин в принципе нет, что вот ты смотришь вперед, и только люди. Вон как много народу здесь ходят. В обычных жилых комплексах, даже на Крестовском острове, что-то народу не особо много ходит, а здесь вот ходят. Так что концепция двора без машин здесь просто на ура реализована. Хотя стиль все-таки выбивается из такого, из городского стиля. Главное, тут еще фонтан работает. Тут раньше не очень обжито было, и было как-то так, ну не знаю, как-то похуже. Вот сейчас люди везде ходят, сейчас район говорю, он прямо жил очень сильно, район, жилой комплекс. Ну, можно и районом это назвать. Он так обособлен от города, что прям очень-очень даже приятно стало. Очень-очень даже хорошо. Еще так озеленение вот этими еловыми растениями играет свою роль. Что прям вообще круто стало. Ну вот. Мне пораньше этот район как-то не очень нравился, но какой-то он выглядел как-то, ну не знаю. А вот сейчас, как он обжился, очень даже крутой стал. То есть всем на зависть. Вот то, что машин нету, лавочки везде, елочки растут, вообще прям идиллия. Один из, наверное, из самых лучших жилых комплексов во всем городе. В центре города. Из-за своего размера и вот такой концепции. Что у них вот именно не просто квадратные метры, а еще и жилое пространство для людей сделано. Молодцы. И, кстати, я смотрю, что обещанная по прогнозу погоды переменная область все-таки прилетела. Но, я так понимаю, эта туча сейчас возьмет и улетит, потому что там ничего нету за фонарем. Ладно. Я, наверное, здесь не буду задерживаться. Я думаю, в Таврическом саду посидеть. Но как-то возле жилого комплекса, не знаю, можно, кстати, остановиться. Какое место приятное, да? Что? Просто какой новостройки хочется взять и посидеть на новооощрении? Бывает, мурина. Бывает, мурина. Это билинг на недвижимость. Я думаю, что стоило картина стоит. Я думаю, если, конечно, здесь и днищие продаются. Вот, кстати, у жильцов висит этим, как их звать, по типу озеленения на балконах, причем очень много у кого. Круто, круто. Хороший район. Не, на самом деле, реально хороший район стал, потому что на Крестовском острове вроде тоже все элитное, но там как-то так, я не знаю, как-то не очень. Может, там, конечно, за закрытыми заборами что-то и другое, но если просто по улицам ходить, как-то там не очень уютно. А здесь вот прям хорошо стало. Ну и апрельские цвета, куда же без них. Ну что, пока ходил, тут все пролетело большущая и снова выглянуло солнце. Так что, случайно, солнце иду дальше. Кстати, можно подумать, что территория полностью открыта, но на самом деле, внутри этих домов еще есть закрытая территория, куда просто так не попасть. Вот так вот. Ну и, конечно же, в парковку. Просто так тоже не зайти. Там, кстати, впереди еще здание красиво отремонтированное. Так стоит. Вот оно мне всегда нравилось. Это вот слева кирпичное, но оно еще и продолжается вправо. Так что вот так вот, такой видончик отсюда. Райончик хорошо улучшился за последние где-то несколько лет. Хвала и почет ему. Тут, кстати, если присмотреться, даже знаки, как это старые висят, старого образца. которые уже при моей жизни не вешали в городе. Вот так вот. Ужи, интересно, что солнце обратно выглянуло. Без солнца как-то так совсем было прохладненько, я скажу. Мрачновато. Не, не мрачновато, но просто. Много жилых комплексов бывают элитными, но что прям так сделано? Не очень много. Архитектура, конечно, спорная, на мой взгляд, на фоне остального города, но вот именно двор вообще супер у них. Очень круто. И главное говорю, обжился из-за этого район, что люди ходят то там, то сям. А всего лишь убрали машины и сделали хорошее благоустройство. Вот, если бы дома в парадном квартале выглядели бы вот так вот, можно хоть, не знаю, хоть экскурсионную группу туда водить. Впрочем, если в маленьких переулках полностью убрать машины, вот вообще полностью, чтобы даже парковаться не могли, покрасить фасады просто и поставить аллею, то что такое же, как в этом самом парадном квартале на улице, то получится еще круче и без приставки элитной. Вот так вот. Но в наше время без машины никуда. Лифтовая шахта только все портит. А изначально я поеду из Кавлического сада по штатской улице дойти до метро Чернышевская, но прошел дворами, грубо говоря. Ладненько. Я решил все-таки здесь все равно пройти вокруг метро. Там, конечно, можно было мне ближе пройти, то есть сюда не идти. Я здесь такой крюк небольшой делаю, потому что мне всегда нужно будет по Кирочной улице дальше идти, потому что до Литейного проспекта Фаштадская улица и Кирочная улица не соединяются. Мне нужно, скажем так, на Кирочную улицу. Хотя я могу дойти до конца Фаштадской улицы здесь, потому что она, скажем так, сильно лучше, чем Кирочная. Она чисто для прогулок, чисто внешне. И просто вернуться обратно. Я, наверное, так и сделаю. Чуть-чуть подольше выйдет, но я же гуляю сегодня. Этим фонарям тоже хочется писать стихи. Так, ну что, вот и, собственно, станция метро. И здесь уже не протлакнуться. А дальше, так, середина дня. Да, фонарики здесь, конечно, вообще шик просто. просто шик. 15.43 во время на часах. Ладно, все-таки я реально по Фаштадской улице пройдусь, она мне как-то чисто внешне больше нравится. А там сделаю крюк обратно. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Правильная особенность сделал, что пошел пешком а не на велосипеде. Потому что на велосипеде еще, конечно же, прохладно. На велосипеде в куртке, вот в пуховике ездит жарковато, а в весенней куртке в легкой еще прохладно. Точнее, ехать нормально, но стоять не очень, потому что ветер. Просто сверкание апреля сегодня. Да, первое апреля, конечно, не подвело. Как это сказать? Задает тон, да, как я уже сказал, задает тон с сего месяца. Но я надеюсь, что апрель будет теплый. Вообще, обычно четные, как вот в этом десятилетии, что ли, было. Что четные года были немножко теплее, чем нечетные. Что 18-й год был очень теплый, 17-й не очень. 16-й был очень теплый, 15-й ну, нормально, но так похуже. Вот 14-й год был теплее, чем 15-й. Так что 19-й год вполне возможно тоже будет холоднее, чем 18-й. Но может и не сильно холоднее. может и не будет. Может это закономерность просто так, совпадения. Кто его знает? Кто его знает? Ладно. как бы там ни было, летом теплые дни точно ворот. И весной. хотя с другой стороны, если вспомнить прошлый год, то можно вспомнить то, что в начале апреля какой-то день было аж 17 градусов вот в первых числах апреля. Так что никого знает. Хотя это чисто внезапно случилось тогда. В этом году тоже может что-то подобное случиться. Или нет. вот была бы Фуштарская улица полностью без машин, вот как парадный квартал. Это вообще наверное была бы самая такая как это популярная пешеходная улица в городе. Наверное. Но она потому что очень красивая. И здания красивые, ну и вот благоустройство шикарное. Если бы. Хотя тут и так неплохо на самом деле. Собственно я до летельного проспекта уже дошел. Сейчас я дойду до китайского садика и пойду обратно на Кировичную улицу. А вот собственно и он во всей красе. Еще пока голые сакуры посредине. Ну что у меня сила первого аккумулятора в камере. Это значит что я прошел чуть больше половины пути. Все рассчитано. Да. Ну что подойду поближе к этому к сакуре. И что я могу сказать что когда она не цветет она никому нафиг не нужна. Никого здесь нет. Но сам по себе на самом деле сад очень и очень красивый я считаю. Он такой как это просто живописные вот эти камушки вот эта водичка по центру. очень и очень живописно. Вот мостик особенно. А главное все посреди Литейного проспекта. Я же кстати с этого с площади Ленина шел. И если бы я вот прям сюда пришел вот отсюда даже видно мост этот Литейный. Так что я такой огромнейший крюк сделал в ту сторону в ту сторону. Ладно пойду дальше. Хотя нет посижу чуть-чуть она того стоит на самом деле минут десять и дальше пойду. При этом стакиричная улица соседняя с Фурштадтской вполне стремно было бы выполнять этот автомобильный шоссе на Фурштадтской можно просто сделать было бы такой длинный двор. Но к сожалению она не соединена с этим с внешним миром практически никак то есть между ними нету связи между между на улице между станцией метро до проспекта Чернышевского поэтому наверное тут совсем никак чтобы в магазины там подвозить и так далее ну и на том спасибо да в китайском суду конечно вообще красиво хоть живописное место причем даже без цветения елочки статуи аутентичненько вот прям по-другому и не скажешь прям аутентично аутентично тут еще столики раньше кстати были давно когда-то впрочем на кирочной улице тоже живописно местами но с штатской не сравнится а вернулся сюда для того чтобы дойти до площади с церкви по вот этому переулку вот до этой церкви то есть я вообще иду на улице пестеля чтобы туда в сторону марсового поля попасть и вот я хотел вот именно по этой площади пройти уютно тут однако вот особенно с противоположной стороны раньше за границей всегда удивляло как им удается поддерживать улицу в такой чистоте однако вот как в центре стали массово плитку менять но это давно лужи но вот такое тоже стало очень чисто прям вообще как будто бы со щеткой моют даже сейчас по весне мне нравится особенно вот на солнце кстати насчет собора он оказался на ремонте с этой стороны вот так вот я просто проезжаю обычно по литейному проспекту и вижу его сбоку а сегодня вот решил подойти поближе но ничего отремонтирует еще краше станет главное такие яркие золотые на этих воротах штука прямо с проспекта видно особенно когда солнечная погода впрочем летельный проспект этаж за поворотом вон где-то вот где розовое здание впереди так что идти здесь всего ничего на самом деле основную программу сегодня выполнил что хотел посмотреть вот смольный собор вот это про правительство где все а дальше уже не знаю дальше уже что-нибудь такое по остаточному принципу ну как по остаточному принципу наверно дойду до марсового поля и потом уже пойду в сторону дома по фонтанке до садовой улицы может загляну на семи мости может быть я подумаю над этим потому что погода вообще-то неплохая вот в пуховике особенно небольшой ветерок дует но в пуховике он воспринимается как такой прохладный весенний ветерок такие дела мы посмотрим я думаю пока я дойду до 7 мостя солнце уже сесть успеет я еще посижу где-нибудь например на том же марсовом поле или в какой-нибудь скверике возле до 7 Продолжение следует... 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 автобус забавный летний сад закрыт на просушку Екатерининский сфер тоже закрыт на просушку, я думаю, я к нему направляюсь сейчас возле здания театра так что на летний сад можно смотреть только прицел объектива и все ну в принципе я не собирался внутрь входить так что пойду-ка я пойду-ка я дальше точно криво прицелился ну и ладно ведь он, конечно, отсюда классно открывается на закате, когда вот эта решетка тень бросает на землю это ж только вечером так происходит ну и лет, соответственно, сошел помню, когда по этим по рекам ходил, вот именно здесь шел то есть вот, ну, правда, за спиной у себя а сейчас оно уже все уплыло но в отличие от него еще держатся остатки на воде но это недолго вот здесь, если и были хоть какие-то куски этого снега ничего не осталось все растаяло быстро, однако, я говорю, 22 числа я здесь же проходил очень-таки картина другая была особенно это касается газола если асфальт, он уже давно высох чуть ли не феврале, конечно, чуть ли не в начале марта то здесь как бы еще, ну, еще вода следующая была этот период, когда все тает и все мокро-мокро которое, которое нужно было переждать и вот сейчас уже настала такая приятная апрельская сухость апрельская свежесть, хотел сказать но в какой-то степени да и вправду апрельская свежесть эх, скорее бы лавочки поставили на правую сторону цены им не будет хотя с другой стороны скоро можно уже на газончике лежать тут газончик приятный его стригут, убирают он чистый обычно отсюда вон этот, аж видно здание мечети вон здание, ну, Троицкий мост то есть в конце там Петрофавловская крепость и пляж помню, любил в прошлом, позапрошлом летом на велосипеде с пляжа вот сюда заезжать в Летний сад на Морского поля очень удобно по этому мосту было ладненько, пойду я дальше не думаю, что я там как-то приблизил нормально но не знаю, сейчас вроде стал камеру немножко вбок делать то есть я когда приближаю смотрю прямо, у меня камера вправо немножко клонит поэтому я чуть-чуть влевую ее поворачиваю, да но, как сказать тут надо как бы угол рассчитать потому что я ж не знаю на какой угол и при большом приближении все равно на карта в криве ходит ну, лучше так, чем не как лучше так, чем не как тут еще такой шикарный вид открывается что вот с того моста на город что вот когда поворачиваешь здесь на замок очень классно ну а я, собственно, иду сейчас вот туда в сторону Невского проспекта вот здесь я поднимался с воды в тот день а прошел всего месяц даже меньше кстати, этот Михайловский сад тоже закрыт на эту самую просушку убирают, однако на окраине вообще, по-моему, сады не закрывают никогда на такую просушку но с другой стороны тут их так обслуживают хорошо что можно, в принципе, и потерпеть какое-то время что ж, вот и улица Садовая началась ну она, конечно, вдоль еще поля началась, но фактически здесь красив парк без людей красив парк без людей прям как с картины тут в озере тоже еще льдина но уже видно, что она такая совсем не какущая то есть в этом году быстрее растаялась, чем в прошлом причем если камеру вытащить то с обратной стороны виден дворец о, не дворец, а замок из которого вид, наверное, вообще шикарный конечно, мне видно, что я вот на днях просто вышла и не видела что тогда заход ну, точнее, я не совсем по Садовой улице пойду а пойду я через Манежную площадь то есть параллельно Садовой улице у меня все равно в ту сторону а здесь как-то и по это попросторней машин нету здесь улица сразу превращается в пешеходную что прям таки вообще приятно красота прямо как по загородному парку идешь по загородной резиденции далее идет это итальянская улица не инженерная нет какая-то из них здесь инженерная есть итальянская улица они, в общем, идут параллельно упираются в русский музей вот одна из них начинается от цирка и где-то вон впереди за поворотом муфты как машины искрятся классно где-то за поворотом русский музей будет это инженерная улица все-таки а вон там впереди итальянская улица которая, кстати, меня и выведет Малой Садовой улице которая и выведет меня к Невскому проспекту а вот собственно и Манежная площадь фонтан тоже не работает что в принципе логично очень живописный вход конечно на нее вот хорошо, что здесь сделали не автомобильную развязку на площади а площадь на смысле скверик главное все лавочки заняты зимой обычно все лавочки свободные а то, что все лавочки заняты в центре города говорит о том, что лето близко лето уже практически здесь в центральном районе на самом деле лето уже наступило как бы это стебель потому что все уже сухо все уже тепло а вот собственно и сам Манеж там вроде что-то с легкой атлетикой связанное сейчас то ли образовательное учреждение то ли что-то типа того а мне на самом деле в ту сторону к Малой Садовой улице так что вот так вот Академия легкой атлетики вроде или как-то так она называлась ладно, пойду дальше все-таки я не удержался и присел не ну а что я ж не спешу никуда так ну что вот улица Малая Садовая кстати пешеходная но грузовик на грузовике кстати я заметил, что машин-то припаркованных и нету на ней как таковых на грузовике наверное разгружается наверное потому что раньше на этих старых пешеходных улицах просто машины стояли и все как ни в чем не бывало но сейчас вроде бы как-то перестали их пускать не знаю, может только здесь но я помню по вон тему вот улицам которые в сторону этого Митруневский проспект ближе ну вот как вон у нас здесь прекрасно еще бы вот лавочек поставить в центре цены по тому места не было чтобы такой скверик прям получился хоть живописная улица и кстати этот самый театр к которому я шел это что реклама что ли? они поставили такой вот рекламный плакат на весь ужас какой-то лучше бы они лавочку поставили на всю улицу вообще замечательно было кстати интересно, шарик работает это же по идее тоже фонтан а что его еще? кстати я припомнил когда в детстве он был не огороженный что можно было просто потрогать но видимо больше нельзя он так крутился и крутится ой как жарко стало, как сразу солнце выглянуло контраст безумный прямо да, быстро однако я пришел сегодня мне казалось что я реально дольше гулять буду но нет что-то я даже подустал наверное немножко наверное нужно все-таки посидеть в сквере который закрыт как я и думал ну ладно тут уж ничего не поделать тут уж ничего не поделать посижу дома потому что апрель это время именно таких гигантских прогулок потому что в это время лучше гулять сейчас лето настанет и реально будут просто валяться на песке и все ну просто потому что мне это больше нравится а по весне сам а то ходить успею еще сидеться и належаться пахнет 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 из-за солнца не видно даже глазами кстати просто черный силуэт ну кстати здесь тоже все высохло на смысле не высохло а ну да высохло и растаяло мне нравится кстати анечка дворец лучше выглядел со всех боковых улиц я заметил чем с невского проспекта он как-то так боком расположен то есть невского проспекта там грубо говоря вход и вот он справа находится почему-то то есть он обращен не к невского проспекта а к скверу он наверно строился так чтобы вот вот к этой площади на эту площадь смотреть потому что здесь помимо сквера еще и театр находится ну и собственно сам дворец наверное так и было ну и собственно еще вот это здание напротив там вроде то ли библиотека то ли что-то такое по-моему российская национальная библиотека в этом здании но это не точно я не очень помню но версия с библиотекой кстати на мой взгляд правдоподобнее всего да процентов на 90 уверен что это российская национальная библиотека просто есть на московском проспекте как бы наверное основное здание а вот это наверное какое-нибудь вспомогательное или может историческое здание а на московском проспекте современное вузы 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 и вузы и вузы но сейчас мы сам театр Кстати, возле театра есть здание, судя по всему, на 2008 года постройки. То есть не 1908, там, да? Не 1808, а 2008. То есть это, я не знаю, наверное, самый красивый наводил в принципе в городе. Вот почему все дома современные, вот элитное жилье так не строят? Хотя я, конечно, не уверен, что оно было с нуля так построено, но вполне себе возможно. Выглядит прям реально самый красивый новострой в городе, если это новострой, конечно. Ну просто сложно поверить физически, что такое красивое здание могло быть построено в нулевых годах, то есть в наше время. Это ж вообще, ну не знаю, наверное, нужно будет посмотреть. Я просто слышал, что это как бы вот новое здание, но даже не знаю, может оно на основе старого как-то сделано или восстановлено, то есть вот может уже было историческое здание. Потому что как-то я даже не верю, что в принципе то-то что... Как это? Ну в настоящее время могли построить вот так вот, как это вообще возможно. А это все может быть. Ладно, иду дальше. Ладно. 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 Да. Продолжение следует... 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 Кровковая улица и Вознесенский проспект. И с них очень хорошо все видно. Эдакие проспекты, соединяющие центр и не центр. Продолжение следует... Кстати, улица Ефимова за вот этим пешеходным мостом упирается прямо в Синную площадь. Собственно, это вот она там и есть, где мониторности не был. Вот он даже кусался этого Исаакиевского собора был. Но я пойду напрямую к Синюмостю, потому что что на этой Синной площади делать? Блин, красивый вид, однако. Может постоять и посмотреть? Правда, ветер дует, но застегнуться, капюшон надеть. Хотя не, без капюшона нормально. Хорошая мысль. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И другое, конечно, усилился и усилился. Ветер это к изменению погоды. Я думаю, сейчас теплого воздуха она несет. Кстати, я дошел до этого, до площади, где пересечение с Московским проспектом. То есть я уже практически пришел. Дальше Вознесенский проспект. И все. Эллирмонтовский. Вода и еду. Ну, витрюга хоть и витрюга, но он такой. В пуховике вот ощущается прям как теплый-теплый. Я вон без шапки иду. Мне вполне себе нормально. То есть я бы еще постоял. Что не может не радовать. Весна так никак. Московский проспект, конечно, жесть какой загруженный. Самое настоящее шоссе. Даже стоят эти на нем. Как это? Шоссейные, как на кольцевой дороге, шоссейные знаки. Такая переборка на все улицы. Что в центре города вообще немыслимо. Но здесь встречается. Да. Прекрасно. Прекрасно. Я вот не знаю. Я в прошлый раз, когда гулял, сразу домой пошел. А сейчас может реально куда-нибудь зайду. Я вот только думаю, куда. Да, можно в 7-й мосте зайти, а можно через Троицкий собор пройти. И вот где гостиница Советская посидеть. Ну, не знаю. Я, короче, сейчас дойду до поворота и там уже решу, куда. Продолжение следует... 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 но оно там есть. Во всяком случае, должна быть сверкает вдалеке. В общем, сегодня я увидел адмиралтейство аж с трех улиц, которые от него отходят. Невского проспекта, с Гороховой улицы и с Вознесенского проспекта. Красота! Кстати, это дерево всегда меня так это не то, чтобы удивляло, но нравилось. Оно на закате вообще шикарно выглядит, но не прямо сейчас, а немножко пораньше, когда вот вся улица освещена. Особенно это вот в жаркий летний день классно выглядит. Такие дела. Та самая шикарная улица, которая раздваивается на дво, но правда с этого берега не видно, но с этого берега видно, во всяком случае, этот Исаакирский собор. Нет, мы там вдалеке. Хотя, если отодвинуться, ну, смысле, не, все равно не видно, как не встать. Нужно встать поближе, чтобы вот именно пошире был взгляд. Но ничего страшного. Классное дерево, конечно. Одно-одинешенько стоит на набережной, пережила все спилы и стоит в себя, как ни в чем не бывало. Мне нравится. Такой-то просто ледник. Ну что, я дошел до поворота, грубо говоря, и решил, что я все-таки на Семевосте сегодня не пойду. Нагулялся я сегодня. В Семевосте я пойду, наверное, в следующие разы, когда в сторону Новой Голландии поеду. Потому что сегодня я и там посидел, и там посидел. А сейчас посидеть хочется на Семевосте, я это сделаю возле этого, возле гостерельца Советская. Там я как раз по пути, возле следующего моста. Так что такие дела. А все мости как-нибудь в другой раз. Тем более, что я там постоянно проезжаю, когда в центр езжу. Вон отсюда, кстати, еще лучший вид. Сказочные пейзажи на мостах Адмиралтейского района. Красота. Кстати, что я думаю? Я сейчас посмотрел назад. И что же я увидел сзади? А увидел я, что все в облаках. К чему бы это? По прогнозу погоды просто как должно было произойти, что сегодня с утра должны были быть облака, все в облаках. А потом часам к 16-17 все должно было разнести. А оказалось, что сегодня прям с утра было безоблачно практически. Ну и вот так вот. Но к вечеру облака почему-то налетели. Никого этот, как это, поймешь этот прогноз погоды, но... Как бы там ни было, ну хоть не точно, но предсказывает. Хоть как-то. Особенно, что касается дождя, очень точно предсказывает. А вот облачность нет, облачность пока еще не научились предсказывать точно-точно. Ну, что есть, то есть. Блин, как я устал, конечно, уже. Аж язык заплетается. Я говорю и как-то уже даже и не знаю, что говорю. Но это нормально. Это нормально. Это меня так на солнце на самом деле разморило, потому что я иду и действительно, как будто бы на пляже сейчас лежу. Солнце прям чуть ли не 90 градусов мне в лицо светит. Что прямо-таки вообще меня радует, если честно. Ой, как радует. Ну, во всяком случае, вон уже кусочек гостиницы виден. Так что я сейчас отдохну, посижу, да пойду домой. Ладненько. На сегодня, я думаю, все, ужин. Сейчас я посижу и домой. Отлично я погулял сегодня. Я прям в восторге, если честно. Хороший отдых. Вот такой вот закат на реке Фонтанке. Мне нравится. Почаще бы такие солнечные дни были. Особенно этим летом грядущим. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры.